Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Восхищаюсь. Чем? Благодатью Господа Иисуса Христа. Это вообще не поддающееся описанию явления. Благодать. Это выходящий за предел рационального объяснения дар. Я склоняюсь к мысли, что благодать – это и есть Иисус Христос. Дар благодати – прощение, абсолютное освобождение от всех мучительных дум и страхов, свобода. Дар благодати – усыновление. Мы теперь дети Божьи. Дар благодати – вечная жизнь. Это уже неописуемое блаженство. Дар благодати – уподобление Иисусу Христу. Чуешь? Верующий в Иисуса Христа становится чадом Божьим и братом Иисуса Христа. Как святой апостол Павел говорит. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И вот читаю Евангелие. Книжка такая. О жизни Господа Иисуса Христа. Так что интересно. Во всех ситуациях Господь завсегда на стороне униженных, отверженных, изгнанных. В обществе, где сила, власть и богатство являются высшими ценностями, Иисус никогда не посягнул ни на власть, ни на силу, ни на богатство. Но всегда и везде Он защищал бедных, униженных и отверженных. Он показал ценность человека, простого, бедного, больного, как единственную истинную вечную ценность. Человек, образ Божий, погрязший в грехах, гибнущий в неведении, является для Христа тем, Ради спасения которого он и пришел на землю. Восхищаюсь. И плачу. Почему плачу? Вроде христиане вокруг, и униженных все больше и больше. Обманутых и отверженных пруд пруди. Процветает нищета. И отчаяние становится мировоззрением все большего числа людей. И даже в христианских сообществах есть такое расслоение. Возвышенные клирики и ничтожные прихожане. И есть жуткая война одних христиан против других. Самые умные унижают невеж, обзывая их всячески и осуждая их. Люди, оказавшиеся в трагических перекрестках, изломанных судеб, выбрасываются из общин. А что говорит Господь? Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Это заповедь Господа. И еще мысль в связи с этим. Мы и так, походя, судим и приговоры выносим безжалостные, но справедливые. По крайней мере, мы уверены, что справедливые. Однако самим приговором приступаем заповедь Господа и выступаем в роли его противников. Не будь слишком строг и не уставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить себя?